сегодня мы сделаем mp детектор из игры фазмофобия всем привет и как ни странно вы находитесь у меня на канале мы начинаем mp детектор или же в расшифровке детектор электромагнитного поля в игре фазмофобия он используется для распознавания и обнаружения призраков духов и всего такого в реальной жизни он может например использоваться для обнаружения скрытой проводки но я думаю из названия понятно что в обоих случаях он фиксирует электромагнитное поле до в призраков и паранормальное я не верю но все же сделать этот предмет будет очень интересной затеей проверять работоспособность этого прибора будем на обычном проводе через который будет идти ток так как в таком случае вокруг провода создается электромагнитное поле которое мы сможем зафиксировать еще один интересный факт по поводу этого прибора для того чтобы его сделать не понадобятся сложные микроконтроллеры так как он делается из простых электронных компонентов также он существует в двух расцветках в белой и в черной делать я буду в черной расцветки так как корпус который у меня уже имеется он в этой расцветки совсем забыл сказать если это видео наберет очень много лайков то я ночью отправлюсь какое-нибудь заброшенное здание и проверю этот прибор почти как фазма фобии как я уже говорил в призраков я не верю но все же это проверю вроде бы я оговорил все что нужно поэтому приступаем к созданию электронные компоненты 5 светодиодов в интернете есть разные фотографии этого mp детектора и на каждой такой фотографии присутствует разная расцветка светодиодов я взял самую интересную а именно один синий два красных один зеленый и один желтый транзисторы bc 547 это пожалуй самые важные компоненты которые будут выполнять всю работу один резистор он не позволит светодиодом сгореть этот прибор каким-то образом нужно будет запитать с этой задачей хорошо справится вот такая 9 вольтовая батарейка крона также чтобы ее подключить нам понадобится вот такая насадка макетная плата служит полем на котором будет собираться электрическая цепь как я уже говорил ранее некоторые мои зрители под прошлыми видео писали о том что они недовольны тем что я использую эту плату так как крепление в таком случае очень ненадежная и это было верно в случае для дроида беди один так как по задумке он сможет вращать головой и передвигаться а в таком случае крепление должно быть очень крепким но здесь я не буду ничего припаивать оставлю все на макетной плате так как это не полноценный проект надеюсь вы поняли но не стоит недооценивать соединение на макетной плате не списывайте его со счетов потому что в этом видео она еще покажет себя с лучшей стороны ну и последние элементы это провода помимо того что они будут соединять все элементы один из них будет играть роль антенны это все компоненты ссылка на них как обычно будет в описании электрическая цепь пожалуй начнем ее собирать есть картинка вот такой вот схемы но могу предположить что не все мои зрители разбираются и понимают такие схемы поэтому попытаюсь все хорошо показать в самом видео для начала соберем цепь в которой будет всего лишь один светодиод делается это для проверки работоспособности прибора давайте приступим а и этот зеленый провод играет роль антенны или же катушки также как это показано на схеме его нужно поднести например к проводу который подключен к розетке детектор зафиксирует электромагнитное поле и светодиод загорится в принципе так у нас и получилось теперь добавляем еще светодиодов синему последовательно подключаем зеленый а к зеленому последовательно желтый проверяем и как можно заметить загорелся зеленый и синий светодиод из этого делаем вывод что mp равно двум добавляем оставшиеся светодиоды на этом моменте я немного изменил расположение электронных компонентов потому что в будущем это электрическая цепь должна хорошо войти в корпус ну а перед тем как продолжить создавать mp детекторы из игры фазмофобия я бы попросил подписаться на мой канал потому что без подписки меня смотрит 87 процентов зрителей делайте эту цифру меньше число подписок больше для того чтобы мой канал рос и процветал также не забывайте про мой телеграм-канал в котором выходит вся информация по моим проектом по эндескелету из игры пять ночи с фредди 1 и по беде один из звездных войн я все сказал что хотел а мы продолжаем пришло время корпуса я долго думал каким образом и из чего его вообще делать долго искал материалы и вот я нашел идеальный вариант бутылка из-под чистящего средства она идеально подходит и по форме и по цвету поэтому ей мы и воспользуемся срываем этикетку теперь нам нужно избавиться вот от этой надписи сани то и красной крышки возьмем ножовку и отпилим эту часть после того как я сделал небольшой надпил оттуда потекли остатки средства и запах в комнате стоял соответствующий немного приоткрыв банку я увидел что так как средство просрочено там уже образовались кристаллы кристаллы я выкинул а банку тщательнейшим образом промыл после того как она высохла отпиливаем крышку до конца берем ручное сверло и для начала намечаем отверстие для светодиодов а потом уже сверлом побольше их просверливаем также не забываем про отверстие для катушки или же антенны рисунок который размещается на этом приборе к сожалению в интернете я не нашел нормальной фотографии распечатать на принтере не получится поэтому придется делать вручную а для меня это немного проблемная задача так как довольно много времени уйдет на то чтобы найти цветные маркеры но да ладно как-нибудь выкручусь берем белый лист бумаги вырезаем из него прямоугольник проделываем отверстие для светодиодов при помощи карандаша рисуем контур нашего рисунка и заливаем все цветом кто бы мог подумать но скорее всего на этот рисунок я потратил намного больше времени чем на другие элементы этого mp детектора на задней части детектора вырезаем крышку в который будет входить электрическая цепь приклеиваем рисунок и запихиваем электрическую цепь в корпус и можно смотреть на результат по мне получилось довольно похоже на а самое главное что это все работает в этом мы убедились ранее есть конечно небольшие недоработки с дизайном но я думаю это не критично настоящий mp детектор из фазмофобии сделан вы как ни странно находились на моем канале всем пока а